Всем большой привет! Вы на канале о вязании и в этом видео мастер-классе мы с вами свяжем вот такую чашечку с кофе. Она может стать как и самостоятельной игрушкой, так и дополнением к другим работам. Она вот такого ладошечного размера. Вот такая милая идея совместить сладкую тему с вязанием. У нее такие глазки. Ротик можно и без него просто сделать вот такую чашечку и сделать, например, чайную коллекцию. И давайте скорее начинать. Для работы нам понадобится три цвета пряжи. Основной для самой чашечки, у меня это розовый. Также вот такой кофейный, либо какой-то другой шоколадный, коричневый и кремовый. Ну, либо белый. Вот для вывязывания такого кофейного рисунка нужно будет два цвета. Может быть коричневый и белый, например. Также понадобятся глазки и нитки для вышивания личиком. Также крючок, ножницы, иголка и наполнитель. Для начала вязания делаем кольцо амигуруми. И провязываем у него шесть столбиков без накида. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Затягиваем кольцо. И я всегда его потом завершаю соединительным столбиком, несмотря на то, что потом буду вязать по спирали. Вы можете делать как вам удобно. И также делаю петлю подъема. И дальше будем провязывать по два столбика в каждую петлю. То есть будем делать шесть прибавок. Первый и второй. Дальше. Третий и четвертый. Пятый и шестой. Седьмой и восьмой. Девятый и десятый. И одиннадцатый и двенадцатый. Так вяжем до конца ряда. Если не успеваете, ставьте на паузу. И дальше я вставлю нить-маркер. Мне так удобней. В третьем ряду будем провязывать прибавки через один столбик. Вот я его сначала провяжу. Просто обычный столбик. И затем прибавка. Один и два. Одну петлю. Дальше опять один одиночный столбик. И два парных, то есть прибавка. И так чередуем до конца ряда. Столбик, прибавка, столбик, прибавка. В сумме получится восемнадцать столбиков без накида. Провязали до конца ряда. Теперь будем делать прибавки через два столбика без накида. Я начну с прибавки. Первый и сюда же второй. И дальше два обычных столбика без накида друг за другом. Потом снова прибавка. И два одиночных столбика без накида. И так чередуем до конца ряда. В сумме получится двадцать четыре столбика без накида. Довязали. И в следующем ряду будем вязать прибавки через каждые три столбика. Первый, второй и третий. Дальше прибавка. Потом снова три столбика. Потом прибавка. И так чередуем тоже до конца ряда. Делаем прибавки через три столбика без накида. В сумме получится тридцать. Довязали. Теперь будем делать прибавки через четыре столбика. Чтобы не было уголков, можно распределять прибавки не друг над другом, а их чередовать. Вот теперь я опять начну ряд с прибавки. Потом вяжу четыре одиночных столбика. Первый, второй, третий и четвертый. И теперь снова прибавка. Я думаю, многие из вас знают, это основное правило вязания круга, когда в каждом ряду у нас на один столбик между прибавками прибавляется. То есть сначала вязали через один, потом через два, через три, теперь через четыре. В сумме у нас получится теперь тридцать шесть столбиков без накида. Все, довязали. И теперь нам нужно будет провязать прибавки через каждые пять столбиков без накида. Это последний ряд с прибавками. И чтобы не было уголков, как раз таки я теперь распределю прибавки немножко другим способом. Вот я провязала три столбика без накида. Теперь я сделаю прибавку. Я смотрю, где у меня уголки, и стараюсь прибавки распределять примерно между ними. Вот сейчас я сделаю прибавку. А потом уже провяжу пять столбиков. Просто у нас будет отличаться количество столбиков в начале и в конце ряда, но все равно между прибавками будет по пять столбиков без накида. Вот сейчас я провязала после прибавки пять столбиков. Загладился вот так уголок. Теперь делаю опять прибавку. Дальше снова пять столбиков без накида. И так же чередуем. Просто в конце у нас останутся после прибавки не пять, а два столбика без накида, потому что мы начинали ряд с трех, а не с пяти. Вот они как раз эти два столбика после прибавки. И если их сложить с теми тремя в начале ряда, как раз получится пять. Просто они разбились на стыке ряда. И все, мы провязали с вами семь рядов с прибавками. Всего у нас теперь сорок два столбика в последнем ряду. И теперь нам нужно провязать в сумме семь рядов без прибавок, просто столбики друг за другом. С восьмого по четырнадцатый ряды нужно провязать по сорок два столбика без накида. Вот так деталь можно уже вывернуть. И просто вяжем вверх по кругу семь рядов. Вот такая деталь у нас получится. Можете регулировать высоту чашечки по своему усмотрению. И теперь нам нужно связать заключительный обвязочный ряд, край чашечки. Но только крючок мы будем вставлять не за обе стенки петель, а только за крайние, за передние. Думаю, вы знаете, что такое передние стенки петель. Вставляем и провязываем соединительный столбик. И так по всему кругу подцепляем переднюю стенку и провязываем соединительный столбик. Сильно петли не затягивайте, чтобы край слишком не сузился. И вяжем по кругу 42 соединительных столбика за переднюю стенку петель. Все, можно обрезать и вытащить нить. Нужно будет заправить кончик. И теперь приступим к вязанию ручки. Оставляем кончик немного подлиннее. И набираем 15 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И так довязываем все 15. 15-я она у нас будет петля подъема, поэтому мы отступаем ее и во вторую петлю от крючка провязываем соединительный столбик. И так дальше вяжем на протяжении всей цепочки по одному соединительному столбику в каждую петлю. В сумме получится 14. Довязали. Тоже обрезаем нить. Оставляем кончик для пришивания. Вставляем иголку. И я тут же пришью ручку к чашечке. Располагаем так, как вам хотелось бы, чтобы она смотрелась в итоге. И за сами края ручки я пришиваю. Просто движениями туда-обратно. С одного и с другого края. В ручки не вставлена никакая проволока, но если вы хотите, чтобы она была более устойчивой, можете вставить проволоку, либо намочить ее жидким клеем, чтобы она держала форму. Но меня устраивает и такой вариант. И теперь давайте приступим к вязанию кофе. По количеству столбиков нам нужно будет связать точно такой же круг, как мы вязали в начале в вязании чашечки, только уже новым цветом. Но здесь будет одно исключение. Для начала набираем также кольцо из 6 столбиков без накида. И всего у нас будет в сумме также 7 рядов с прибавками. Сначала в каждый столбик, потом через 1, через 2, 3, 4 и 5. В последнем ряду 42 столбика без накида. Но сейчас будет небольшая деталь, которую нужно будет учесть. Вот я делаю петлю подъема. И теперь мы будем весь этот круг, всю эту же последовательность вязать так же, но за задние стенки петель. Весь круг. Не под обе, а за задние. Точно так же. Просто вставляю крючок не за 2, а за одну стенку петель, но также провязываю сначала 6 прибавок, потом делаю прибавки через 1, столбик через 2 и так далее по кругу, но не забываем вязать за задние стенки петель. Вот я для удобства вставила маркер. И вот точно так же продолжаю вязать прибавки. Можете отмотать начало видео, если не помните, как вязать круг. И вот такая деталь должна получиться в итоге. Еще раз напомню, что она состоит из 7 рядов. Она вот так может выгнуться, точнее не может, а должна, и это вполне нормально. Не переживайте, мы все расправим. Отрезаем длинный кончик нити для пришивания, вытягиваем нить. И можете примерить уже деталь на чашечку. Она примерно должна вот так подходить по размеру. И теперь нам нужно будет связать узор, именно рисунок на кофе. Вставляем белую нить. И вязать мы будем за как раз таки вот эти оставшиеся передние стенки петель. Вставляем крючок в самую первую петлю, которая у нас осталась на кольце амигуруми. Будем вязать из самого центра. Вставляем белую нить. И просто вот так подцепляем и провязываем соединительные столбики за вот эти оставшиеся передние стенки петель. Будет немного неудобно. Но вот так просто по кругу. Сначала провязываем 6 соединительных столбиков. И дальше будет один нюанс, я вам сейчас подробнее расскажу. Пока надеюсь вы поняли принцип, что мы вот просто подцепляем крючком вот эти вот оставшиеся стенки и провязываем по одному соединительному столбику вот этим белым или кремовым цветом. И теперь мы провязали один ряд, 6 соединительных столбиков. И дальше мы будем вязать не за каждый ряд вот этих оставленных стенок, а через один. То есть мы сейчас один ряд провязали, второй пропустим и сразу перейдем на третий. Вот они вот эти ряды кольца, так сказать, передних стенок. Кстати, кончик вот этот можно увести сразу наизнанку, чтобы он не мешал через центр. Итак, смотрим. Вот он у нас следующий ряд, полоска. Мы ее пропустили. И сразу вот по прямой, как будто по спирали, переходим на третий, следующий ряд. Вот сюда. И дальше вяжем уже по вот этому третьему кольцу тоже соединительные столбики. И опять же доходим до конца этого ряда. И дальше будем тоже думать над аккуратным переходом. Может быть небольшая ступенька. Вот, довязали до конца ряда. Ориентируемся по самому началу спиральки. И теперь опять вот идем не дальше влево, а вот перескакиваем как бы это кольцо и уже переходим на следующую ступеньку. Делаем соединительный столбик уже сюда. И также вяжем по кругу до конца именно этого ряда. Итак, довязали. И на этом все. Я не буду делать обвязку по самому краю. Вот мы как раз таки оставим еще одну пустую вот эту цепочку, одно кольцо. Меня устраивает рисунок и так. Вы можете, конечно, пофантазировать, либо вышить какой-то рисунок. Но мне нравится результат именно в таком виде. Поэтому я обрезаю нить. И сейчас останется спрятать кончики и уже пришить наши детали друг к другу. Но напомню, что если вы хотите сверху какие-то украшения на чашечке, то пришейте их сразу, чтобы потом было удобней. Вот видите, здесь тоже есть всякие сливки, клубнички. Также можете вышить реснички и вставить глазки. Но я не буду на этот раз это делать. Просто напомню, что если вы собираетесь украсить вашу чашечку, это нужно сделать на данном этапе, до пришивания основных деталей. Ну и после того, как вы все пришьете, что вам захочется, будем сшивать уже основные детали. Это как раз таки пришлем кофе к чашечке. Соединяем детали на стыке на начале рядов. И заводим иголку за оставшиеся задние стенки петель последнего ряда чашечки. За передние, думаю, вы помните, мы делали соединительные столбики. И у нас... Вот они, соединительные столбики. И у нас остались вот эти передние стенки петель. В них мы и вводим иголку. Вот сюда. А затем обратно, таким зигзагом, вводим через чашечку. И потом в кофе уже под обе стенки петель. Снимаем наоборот. Сначала в кофе под обе стенки. И затем за переднюю стенку чашечки. И так туда-сюда, по кругу просто пришиваем. Думаю, вы справитесь. В конце набиваем игрушку наполнителем. Когда остается уже пришить буквально несколько столбиков. И как раз-таки их пришиваем. Делаем закрепительный узелок. Прячем нить внутри игрушки. И все. Поздравляю, чашечка готова. Остается ее расправить. И, конечно же, вы можете поэкспериментировать с цветами, с украшением. Ссылки на все детали для украшения чашечки я оставлю в описании под видео. Это другие мастер-классы на ютубе. И, думаю, у вас все получилось. Кстати, небольшой лайфхак. У меня были отдельные заготовки, просто связанные. И я их вот так с помощью булавки прикрепляю для чашечки. Так очень удобно, быстро, например, если нужно для фотографии. Просто вязать вот такие запасные детали и потом прикреплять их на разные игрушки. На этот раз я решила украсить голубикой. Опять же, напомню, ссылочки оставлю на мастер-классы под видео. И все, можно вот так расправить. И получилась вот такая игрушка. Думаю, она отлично подойдет, например, для какого-нибудь кукольного чайного набора. Особенно вдобавок какой-то вязаной сладости, пироженки. И напишите в комментариях, как вам такая идея, понравился ли вам мастер-класс, все ли вам было понятно. Если остались какие-то вопросы, обязательно с радостью отвечу. Буду рада вашей поддержке. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok